Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да нет там 20 гигов Да ребят не ссорьтесь А он бы с хуйню не несет Это я то хуйню несу А у меня? Конечно хуйню Обнова же на 20 гигов была Да даже на сайте написано 10 На заборе тоже хуем Слово мел написано Но мелом там не пахнет Так ты к лору сходи Потому что обнова была на 10 гигов Да на 14 Нет на 20 Я еще раз повторяю На 10 Блять На 10 19 20 14 55 Ладно ребят Ну вы знаете Я же вроде не хейтер Если есть плюсы в игре Я действительно все скажу Если есть минусы Ну так же Втайне от вас не останется Так что сейчас мы посмотрим На обнову трезво Для начала начнем с плюсов И самым главным нововведением Бесспорно является Изменение физики Поведения транспорта Теперь Съезжай на пересеченную местность На каких нибудь транспортных Типа гиперкарах Или стриткарах В общем На транспорте Который не предусмотрен Для этого Ваша скорость Будет заметно снижаться Очень заметно Сделано это понятно В принципе Зачем Чтобы придать смысл Тачкам из линейки Офро Либо всякие побеги С лалом И так далее Всякая мишура В саммитах Их делали именно на гиперкарах Также это же изменение Повлияет и на срезки На трассах Особенно на Всю тех же гиперкарах И плюс К изменению физики Был еще по фикшен баг С восстановлением То есть Когда вы делали срезку Восстанавливались И появлялись уже на трассе Впереди Теперь такая халтура Работать не будет При восстановлении Вас будет отбрасывать Назад на то место В котором вы съехали Аллилуйя Наконец-таки Спустя почти два года Они это фиксанули Тут в принципе разобрались Идем дальше Появились некоторые Интерфейсные правки То есть Теперь У игры Немного другое Основное меню Оно более интерактивное В нем проще Приглашать друзей В пати В основное меню Сразу же переместилось Окно пилота И транспорт Теперь там показывает Еще ваш аватар Который вы кстати Выбираете Приберем Так что мудро Выбирай ликсей Ибо поменять Не дано будет тебе Также из плюсов меню Теперь то что После сброса легендарных очков Распределять их снова Можно по 5 За раз Тюнинг теперь Перекочевал тоже В основное меню транспорта Теперь Не обязательно вам Каждый раз летать домой Чтобы поставить Новые АПС И краски там добавить Или винилы Все теперь это можно сделать Прямо не отходя от кассы Прямо на карте Ну и конечно же Добавили дополнительные Новые машины Которые вы будут выходить Как обычно постепенно На данный момент У нас есть только Мустанг Новый 2020 года А также Кеннисик Джеско По характеристикам Что в принципе Можно сказать Джеско Не едет Управляемость у нее нормальная Но вот максималка И разгон Оставляет желать лучшего Мустанг же едет Но далеко не идеал По крайней мере Управляется он приятно Разгон тоже неплохой Обороты при юзании Нитров отсечку не трочит Но По тачкам Что-то подробное Сейчас сказать Действительно сложно Потому что Это новая обнова Физика чуть-чуть Перелопатили И сейчас тачки уже Едут не так как раньше И поэтому Сказать насколько он Хорошо едет Относительно тех тачек Которые были до этого Сложно Потому что физика Коснулась в принципе Всех машин практически Ну и еще одно Дополнительно положительное Преображение Крюшки Это музыка В радио И в главном меню Добавили новые треки Теперь даже в основном Меню перелопатили И замиксовали Главную тему игры Которая кстати Стала звучать гораздо интереснее Это конечно не какое-то Сверхофигенное нововведение Потому что все-таки В Крю 2 Из всех вот Вышедших гонок За последнее время Которые вот выходили Это наверное Один из самых лучших Если вообще не самый лучший Компанемент в гонках Ну а тут они еще Дополнительно добавили Какие-то мелодии И теперь вот на этом Кстати Из положительных изменений Все Теперь пойдут минусы Как бы вот Не забыть их только все И самое интересное Что большинство глобальных Вот плюсов Которые были сказаны Выше мной Преобразуются В минусы Так что давайте Вернемся обратно К началу Снижение скорости На оффроде Да бесспорно Тут конечно они молодцы Нехрен гиперкаром Как говорится По траве ездить Нехрен им восстанавливаться И проскакивать Хрен знает какие Отрезки трассы И ключами через стены Тоже прыгать не надо Но твою ж за ногу Как можно было Не сбросить рекорды На трассах Снова Карл Где-то год назад Разрабы уже Меняли физику Столкновений Со двойниками И так же Не сбросили рекорды Вайна была Выше крыши Говном Все залило Просто до макушки Так как предыдущие Рекорды на трассах Побить было Нереально И сейчас То же самое Старые рекорды Побить нереально Так как множество Сделаны тупо Со срезками С восстановлениями И с гличами Разрабы тупо Скачут Такое ощущение Что на одних и тех же Гроблях Рукоять уже наполовину Поломана Она пиздит их по яйцам А некак заядлые мазохисты Продолжают на них наступать Теперь интерфейс С ним проблем тоже хватает Да спасибо Теперь конечно Не нужно тысячу очков Перечислять Тысячу раз нажатием На энтер Всего лишь Двести раз нужно нажать Но в чем проблема Было просто Сделать зачисление очков По зажатию клавиши Зачем мне постоянно Тыкать на нее Ну наверное Это слишком сложно Ну допустим Если этот минус Еще не такой Прям серьезный Но вот Разбор деталей У нас так же сам Остался на зажатии Что действительно Нужно было изменить Потому что Чаще используется Как раз таки Разбор деталей А не переставление очков Которые ты используешь Там бывает раз в два Три дня Вот детали ты разбираешь Постоянно И склад заполняется Очень быстро И это просто Капец как выбешивает Где вот быстрый Разбор какой-нибудь Где хоть Просто нажатие Быстро Или какой-нибудь Разбор всего сразу Или просто Автоматический Разбор всякого мусора Вплоть до фиолетовых Каких-нибудь деталей Сразу после окончания Гонки Нафиг не нужно Ну окей Идем дальше Атрибуты Опять понаводили Новую хироту Теперь у нас есть Цветное Нитро И ладно бы Просто цветное Так теперь же Из трубы Будут вылетать Всякие лучи Члены И прочие непотребства Я наверное Никогда не смирюсь Со всем этим детским садом Потому что Вот в сети Дымы с молниями Петушиный неон Пиксельная резина А теперь еще и Нитро-члены Слово блять нет А минусы-то Все продолжаются Новые тачки Тоже не без проблем Оказались Как вы все знаете Мустанг 500 Продается в магазине За 92 тысячи Ццшек Вот только его Можно купить И за обычные баксы А в комплекте Вам просто впаривают Дополнительно Неон Плюс нитро За Ццшки И за одну тачку За Ццшки Я надеюсь Вы не успели Ребята Купить этот набор За 92 тысячи Потому что Это тупо Развод для незнающих И не дай бог Кому-нибудь из вас Вообще придет в голову Задонатить на это И проблема с машиной Не закончилась На самом деле У людей Которые купили ее И покатались долго на ней Через некоторое время Просто исчезли детали С машины То есть у людей Просто пропали сеты на ней У некоторых Просто вылетает игра Когда они ездят на ней И это не единичный случай Понятное дело Что это баги Ну блин Твою мать Айвери Вы обновы пилили Не два дня Ну что за цирк Что ж продолжаем Что у нас еще Ввели плохого в игру Новые трассы Тут вы наверное офигели Потому что точнее Их нет Ни одной новой трассы Ну в принципе ладно Хрен с вами Ну не хотите вы делать Да и Пожалуйста Дайте нам Наконец-таки Редактор трасс Создайте нам Просто таблицу Позвольте Ставить оценки Трассам Чтобы был рейтинг Популярных трасс Чтобы можно было Свои трассы Загружать Все Мы будем играть В вашу игру Без вас Вы нам нахрен не нужны Вон в форзе Есть удобная система Составления гонок Пожалуйста Дайте нам Какую-нибудь Маломальскую Похожую Или просто Проноставлять точек Там на карте Что-нибудь Что угодно Что позволило бы нам Создавать Самим трасс Если вы не хотите Этого делать Ну это ладно Так уж и быть Скажем так Это не минус А рекомендация А теперь Самый интересный минус Нитро В воздухе И я это не могу Описать никак По-другому Кроме как Вот этим Саня Ты в курсе Что мы проигрываем Не волнуйся У меня есть идея Что еще за идея Вон Видишь тот трамплин Мы на нем прыгнем И в воздухе Врубим нитро Нитро И что нам это даст Ускоримся В воздухе Чего Полетим короче Ты вообще в курсе Что это так не работает Да не ссы ты Я уже сто раз так делал Держись Дебил блять Мы умрем Стой Не ну серьезно Ребят Это просто Цирк Нитро В воздухе Ускоряет вас То есть мало того Что у нас машины В воздухе Крутились То есть мы могли Двигаться машинами В воздухе Так теперь мы можем Еще и ускоряться В воздухе И лететь нахрен знает Какие расстояния Это просто Это просто Я даже не знаю Закончили Закончили И быстро Закончили Айвари В принципе туда не ловится, потому что нет опыта и деталей, они туда в принципе ничего не попадут и ничего не заработают. Но у вас же был отличный положительный опыт на Open Days, когда в саммите Green Flash давали. Все балансно было, всем нравилось. У новичков шанс, у задротов конкуренция. Идеально. Развивайте дальше. Сделайте какой-нибудь там месячный саммит, чтобы за каждую неделю добавлялось, к примеру, ну там по 20 событий со всех режимов. И в течение 4 недель добавлялись бы новые события. В итоге там, ну, я образно говорю, допустим вот 80 событий со сами. Тут бы уже поразвлекались с лихвой, особенно если бы это все было балансно. На рандомных трассах, с рандомными деталями на машинах, с рандомными настройками даже. Куча разных событий в течение месяца с ценными наградами. И с большей разбивкой по рейтингу. То есть за топ-10 одни награды, за топ-100 другие, за топ-1000 третьи, топ-3000, топ-5000, 10-15 и так далее. Ачивки какие-нибудь сделайте, чтобы профиль игрока, к примеру, показывалось там. Чтобы, к примеру, в PvP на баннере люди видели, вот какой игрок против них попал. Типа, о, смотрите, он задрот там, типа у него там какая-то медалька стоит, хрен пойми какая. Сделайте действительно прохождение саммита в чем-то запоминающемся, а не проехать, блин, на полчаса и забыть об этом. Ну хорошо, давайте в другую стезю перейдем. Не хотите вы развивать саммиты, но введите новую систему какой-нибудь сражений, простейшую. Возьмите свою карту, и вы, блин, все равно ее не используете. У вас огромная карта, вы ее не используете. Рздите ее на зоны влияния и добавьте какие-нибудь новые организации. Сделайте так называемую фракционную составляющую. Вот у вас сейчас есть лайв-телевидение, вот это так называемое, которое реализовал вот этот Латрелл и так далее. Кто за сюжетом следил, крюшки, то есть там вот это вот все, лайв вот эти гонки. И введите каких-нибудь конкурентов, там еще какую-нибудь корпорацию, одну, две. Разделите мир на локации, которая будет захватываться влиянием той или иной организации. К примеру, вот у нас есть два штата, которые стоят рядом. Они принадлежат разным фракциям. Игроки будут просто проходить рандомные события, которые будет предлагать именно сама игра. И тут уже не будет волновать, есть у тебя детали или нет у тебя детали для такого режима. Все будет на сложности аст, и проходя гонку, вы будете получать очко влияния территории. Проигрывая, терять одну очко. И попытка будет только одна. То есть победили, проиграли, получили или потеряли. Вот вы проехали одно это событие, неважно, победили, проиграли, оно тут же сменилось на другое. Вы издаете следующую попытку пробовать, и следующую, 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 и так катаетесь по гонкам. Пытаетесь захватывать территорию вражескую. То есть, чтобы обновлялось это все в прямом эфире, для захвата, к примеру, территории, нужно было бы проехать тысячу событий. Не одному человеку, а в принципе всей фракции. А вот для того, чтобы, к примеру, не дать захватить свою территорию, можно ездить на событиях своей территории. И тогда, к примеру, очки будут прибавляться к твоей территории. Если вы, к примеру, фракции захватили территорию, то она, к примеру, на час ставится на блокировку. И на этой территории нельзя ездить, то есть нельзя ее отбить. И так в течение недели, к примеру. А в конце подводились бы итоги по фракциям. И в зависимости от того, кто больше захватывал влияние, то есть получал бы больше территорий, получали бы больше денег, фанатов, а может еще каких-нибудь наград. Да что я, в принципе, рассказываю, это стандартная фракционная система, которая работает в куче игр. И в первой части крю это было что-то подобное, и в фронере такая же фракционная война есть. Еще бы круче было бы, если бы это вообще все было в пвп режиме реализовано. Хотя бы дуэльками, один на один. Тупо один на один. Чтобы в игру можно было заходить не просто саммит ездить, а чтобы на карте можно было чем-то заниматься. В общем, развивать игру можно было вообще в любом направлении, так как масштаб карты позволяет. Но Эвери видно плевать, и она опять начинает кормить нас завтраками. Новые точки со временем, какие-то хобби со временем, атрибуты со временем. Уже достала эта капельница. По чуть-чуть, помаленечку выдавать контент. А глобально не меняет ровным счетом ничего. Вот они такое ощущение, что вообще там ничего не делают. Давайте вот чисто вот... Вот рофл, пожалуйста вам. Ну, к примеру, что бы там творилось в Вайвере за день до обновы. Итак, у нас завтра обновление. Вы все подготовили к его выходу? Да, конечно. И что же именно вы подготовили? Да много чего. Что именно? Контент? Контент? А, поподробнее? Фестивали, редактор трасс, новое ПВП, много еще чего. Он что, шутит? Это что, шутка такая? Никаких шуток. Мы плодотворно работали в течение нескольких месяцев и добавили огромное количество правок в геймплее. А, я все понял. Он просто долбоеб. С чего вы взяли? Вы же работаете. Да, и получаю за это деньги. За что ваш отдел отвечает? За сетевой код. Только мы нихуя не делаем и получаем деньги. Но это неправильно. Так не должно быть. Вы, похоже, что-то не понимаете. Как давно вы на нас работаете? Где-то два месяца. Вот. Вы пока что еще зеленый. Поучитесь у Антона Олеговича. Его отдел занимается саммитами. И в отличие от вас, весьма успешно. Да вы что, смеетесь, что ли? Он и его отдел уже в течение полгода делает ровным счетом... Нихуя! Да, спасибо. Нихуя не делает. Не нихуя, а больше контента с меньшими усилиями. Серьезно? Контента? Старой трассы? В новой обертке? Тяжелый случай. В общем, я уже обратился к совету директоров с требованием отстранить вас и переформировать наши отделы. Мда. Ой, да ладно, ну что, мы реально купились. Вы думали, мы действительно чем-то занимались? Нет, ну я реально уже дачку присел. Нет, все, да все в порядке. Наш отдел сделал все в точности, как и планировалось. Нихуя? Совершенно нихуя. Чем еще может заниматься отдел по улучшению графики и оптимизации? Ага. Ммм. И это все, между прочим, я еще даже не заикался о проблемах с сетевым кодом, о багах, вылетах, просадках фпс после новой обновы, исчезновению звука, пропаже машин, прорисовке в 20 метрах от себя, исчезновение в трафика, в принципе хреновом графоне, о зеркалах в конце концов и много о чем еще. Смысл был кидать всякие ваши опросники, если вы вообще ни к чему не прислушиваетесь. Я вот очень сильно сомневаюсь, что первым делом, что у вас попросили, это были новые саммиты и цветное нитро в виде членов. Я, в принципе, наверное, могу тут еще распинаться в течение часа, что вот мне нравится в Крю, что мне не нравится в Крю. Но могу сказать только вот что. Айвори обленились в конец. После апрельской обновы с саммитами, это было почти год назад, кстати. Последняя обнова с неоном была в ноябре, в которой из новинок привнесла только этот самый неон. Все это время мы терпеливо ждали. Чтобы нам опять впарили какую-то херню, слепленную вот просто на коленки, и опять сказали, ждите новых обновлений. Скоро будет получше. Идите вы в задницу. Да, наверняка, может быть, найдутся из вас люди, которые скажут, ну и вали ты, нафиг ты нам тут нужен, на одного нытика меньше станет. Можете это идти и сказать кому-нибудь другому. Я этой игре отдал приличное количество времени и денег, собственно. Я имею полное право высказывать любое свое мнение по этому поводу, потому что я знаю эту игру вдоль и поперек. Я знаю каждый баг, каждый глюк и каждый косяк этой гребаной игры. И я на самом деле надеюсь, что я в эту игру больше не вернусь. Потому что делать в этой игре просто нечего. Можете идти кормить завтраками кого-нибудь другого, я на эту херню больше не поведусь. Когда будет действительно изменение, тогда придем. Не будет изменений, нахрен идите. Ну а на этом все, друзья. Я надеюсь вам, ну не то, чтобы сказать, понравилось это видео. Но я надеюсь, вы хотя бы поняли мои мысли. И подпишитесь на канал, поставите лайк. И нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.